Привет всем выжившим! Ну что ж, торговые автоматы починили, и они снова работают, а это значит, что у каждого игрока накопилась куча хлама на продажу. И я, конечно, не исключение, поэтому, видимо, пришло время переезжать. Моя база находилась в Пайдвайт Спрингом, что, в принципе, довольно удобно, ведь у меня был рядом источник хлама. Но всё же я боялся, что покупателей будет не так много, да и добро будет постоянно забирать моё, срезая при этом замки. Поэтому, да, я решил перебраться куда-то поближе к начальной локации. Ну что ж, и первый трюк, который мы будем использовать, это игра с разной высотой пола. У нас довольно здесь неровная поверхность, поэтому давайте попробуем как-нибудь порегулировать её. Я, конечно, показывал уже нечто подобное, но сейчас мы будем делать кое-что другое. Ну, смотрите, например, мы хотим выставить высоту пола под высоту половины стены. Конечно, мы можем как-то играться с высотой, при этом надо как-то приставить, но это не всегда удобно и занимает довольно много времени. Поэтому всё, что нам нужно, это выставить столб. Сперва идёт вот такой вот длинный, а после него вот такой вот короткий. Мы ставим столб, и после под него волшебным образом подстраивается наш пол. Вуаля. И, как видите, он идеально встаёт под половину стены. Правда, для того, чтобы выставить, например, тут лестницу, нам придётся... Ну, я не знаю, у меня лично не получается поставить тут стену, то есть лестницу и убрать столб. Поэтому я обычно ставлю пол к нему, а убираю вот этот вот, убираю столб и приставляю обратно. И теперь мы можем поставить свою лестницу. Сейчас, какую мы поставим? Можно каменную, можно деревянную. В принципе, она идеально встаёт. И всё это довольно гармонично. Друг с другом. Да? Да. И в итоге получился вот такой вот квазимода. Я, конечно, не фанат двухэтажных зданий, так что считайте это мой первый опыт. Поэтому не судите строго. И, конечно, торговые автоматы я попытался поставить на довольно видном месте, но вдали от дома, чтобы они, так скажем, не портили вид здания. И, как вы могли заметить, мой дом находится перед мостом, поэтому свою мини-электростанцию я запихнул под него, что вроде бы как получилось весьма неплохо. Ну что ж, и давайте я вам проведу небольшую экскурсию. Слева, как я говорил, у меня торговая площадка, куда чаще всего забегают игроки. И вроде как не промахиваются. Тут у меня небольшая химлаборатория с автоматом напитков. А здесь свалочка вместе с переносным туалетом. Выглядит, конечно, не очень, но всяко лучше раздолбанного туалета, который у нас есть возможность поставить, но, если честно, он вообще не смотрится. Так, а здесь у нас небольшая гостиная. Конечно, я тут использовал двойные стены, и, конечно, декорирование это совсем не мое, поэтому не судите строго. Здесь у меня моя спальня, куда вроде бы как я все, что мог, поставил. Но, опять же, в дальнейшем, я думаю, поставлю что-то еще. И на этом, пожалуй, экскурсия на первом этаже у нас заканчивается. И давайте посмотрим, что у нас будет на втором. И вот мы в нашей пристроечке на втором этаже. Как видишь, здесь у меня мастерская, опять же, с двойными стенами. Она довольно пустая, но в дальнейшем я ее заполнил, может быть, какими-то предметами. Пока что тут пустовато, но это все недолго. А тут у нас мини-ферма. Да, я, конечно, тут немножко разошелся с соединителями, но попозже я обязательно наведу порядок. Вообще, я думал сделать тут еще и коровник, но корова телепортируется наружу иногда. А это не всегда хорошо. Поэтому пока что без корова. Ну и в целом, как по мне, опять же, довольно уютно. Что ж, вот такая у нас мини-ферма на втором этаже. И да, опять же, двойные стены. Вполне себе выглядит довольно приятно. Но крыша, скажем так, у нас вышла неудачная. Поэтому я не фанат высоких зданий, особенно, пожалуй, в этой игре. Но, может быть, в дальнейшем нам завезут какие-то другие крыши. Или, возможно, стоило бы как-то поиграться с ней и добиться более интересной формы. Ну что ж, и давайте я вам покажу, как делать двойные стены. В принципе, это довольно просто и проще некуда. Как видишь, они у меня уже тут стояли. Так что, давай попробуем еще раз делать. Что ж, нам нужна обычная стена, или мы можем поставить сразу же дверной проход. Давай сразу сделаем дверной проход, это нам, в общем-то, упростит дело. После чего мы просто можем поставить еще один дверной проход к нему. И у нас получается два дверных прохода, внутренней, стороной и наружу. И сейчас мы просто их заменяем на стену. И вуаля. Теперь мы можем покрасить их какими-то обоями, либо ничего не делать и просто оставить как есть. Это довольно просто, и я не знаю, почему это не использовать для декорирования своих помещений. Ну что ж, и на этом, пожалуй, будем заканчивать. Обязательно пишите комментарии, хотите ли вы увидеть конечную версию дома. Я думаю, сделаю все-таки двойные двери, где по бокам будут стоять световые коробы. Мне кажется, вполне себе неплохая идея. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно берегите себя и своих близких. Пока-пока и до скорого.